Казахстан Кому ковид на руку? Необычное исследование американских ученых обнаружило неожиданную взаимосвязь. Диктатор и инфекция. Когда одно притягивает другое? Поговорим об этом в выпуске. Страна парадоксов. Талибан вернул в Афганистан конституцию 60-летней давности, одну из самых демократичных за всю историю страны. И наказание по шариату без суда и следствия. Что происходит, расскажем. Страна парадоксов. Для этого он много лет не появлялся. На родине как раз таки из-за угрозы оказаться в тюрьме. И вот приехал, что называется. Приехал для того, чтобы, по его словам, поддержать людей во время местных выборов. Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее офис не будет просить помилования для задержанного бывшего лидера страны. В Грузии Михаил Саакашвили обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса. По двум из них он уже заочно приговорен к лишению свободы. Ну и о других опальных политиках. Букмекерские, простите, букмекерские конторы по всему миру делают ставки. Кто станет обладателем Нобелевской премии? Особое внимание к кандидатам на получение премии мира. Эксперты называют в числе лидеров Алексея Навального. Он сейчас отбывает наказание и, похоже, заключение будет долгим. В России против него завели новое уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом. За решеткой по утверждению самого же оппозиционного политика он может провести до 30 лет. Кстати, у комитета ВОСЛа уже есть опыт вручения премии мира политикам, которые находились в этот момент в заключении. Кандидатуру остальных претендентов раскрыли опрошенные рейты с норвежской парламентарии. В числе тех, кто может в октябре получить премию мира Грета Тунберг и Светлана Тихановская. Американский политик Стейси Абрамс – это первая темнокожая женщина в США, выдвинувшая свою кандидатуру на пост губернатора от крупной партии. Ну или премия может достаться Всемирной организации здравоохранения. Ну, Милин, здесь добавлю, что в списке также присутствуют те, чьи шансы на победу эксперты оценивают как невысокие. Это Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин и Ангела Меркель. И хотя заветная награда могла бы и подсластить окончание политической карьеры новой железной леди Европейского союза, Ангела Доротея Меркель уходит с поста канцлера Германии. Ну, новость, которую расширили СМИ по всему миру, и такого всеобщего внимания фрау Меркель, разумеется, заслуживает. В комментариях к новостям сотни мнений и почти все диаметрально противоположные от любви до ненависти. Ведущие мировые издания называли Меркель самой влиятельной женщиной в мире, мол, звезда, но не яркая, не харизматичная, как принято говорить. Но что в ней так притягивало германцев? Что заставляло соглашаться с ней мировых лидеров? И в конце концов, кто она? Ангела Меркель. Молодая фрау Меркель, министр по делам семьи, здесь, на заседании правительства, в 98-м сидящие за столом и не подозревают, что через 7 лет Меркель станет первой женщиной-канцлером Германии. Маленькая Ангела из Восточной Европы, дочка христианского пастора с блестящим русским на языке Пушкина и Путина, она говорит почти без акцента. С детства активистка пионерской организации, хорошо училась, слушала The Beatles и восхищалась импрессионизмом. Позже обучение в университете и работа в Академии наук ГДР. Физик по образованию она вышла замуж за однокурсника Ульриха Меркеля, чью фамилию носит до сих пор. Хотя вот с самим Меркелем у Меркель не сложилось. После развода с физиком она вышла замуж за химика Зауэра, с которым живут по сей день в центре Берлина, в обычном многоэтажном доме. В 10 минутах ходьбы от работы ведомства федерального канцлера. В 89-м Меркель покончила с наукой и подалась в политику. Она тогда вступила в партию «Демократический прорыв», но на общей волне несогласия и недовольств перешла на сторону христиан-демократов. Вскоре стала секретарем коалиции, а позже, сместив коррумпированное руководство, и вовсе партию эту возглавила. Уже в 2005-м партия «Христианско-демократический союз» побеждает на выборах. Герхард Шрёдер поджимает руку новоизбранному канцлеру. Меркель клянется на конституции. И понеслось. Государственные дела, зарубежные визиты, международные переговоры. За 16 лет Меркель стала самым влиятельным политиком Европы, самой могущественной женщиной в мире. Она добилась, чтобы с Берлином считались. Это она может пить баварское пиво с Обамой, а после победы на выборах его противника одной из первых поздравлять Трампа в Белом доме. Только Меркель может позволить себе поцелуями приветствовать французского президента и на переговорах не дать ему забыть, Франция не рядом, Франция после Германии. Только Меркель может согласиться на двухстороннюю встречу с Терезой Мэй, а после в Брюсселе не подать ей руку при встрече, ибо не нужно было Великобритании выходить из Евросоюза. Это Меркель сидит за одним столом с Путиным и Порошенко, не испортив отношений ни с одним, ни с другим. Это Меркель встречает в Берлине Елизавету II, понимая, что ее величие признает даже ее величество. Это Меркель пожимает руку Эрдогану и впускает беженцев в свою страну, настроив против себя не только политических оппонентов, но и сторонников. Либеральный канцлер, зажатый в тиски консерватизма и демократии, не поддающийся и неподавляемый. Сегодня, когда Меркель выходит из игры в сувенирных лавках, в ее родной стране продают плюшевых медведей, переодетых канцлерин, а победившие социал-демократы празднуют свою победу на выборах в Бундестаг. Партия, которой Меркель посвятила больше 20 лет своей жизни, не набрала большинства голосов. Фрау Ангела уходит на пенсию, чтобы, наконец, пожить для себя. А Германия начинает новую эпоху с новыми лицами в большой политике, где Меркель больше нет места. И пока весь мир был болен коронавирусом, иммунитет авторитаризма в нескольких точках на карте мира только усилился, пишет канадское издание Global. Журналисты пишут, что COVID-19 – это мечта диктатора. Ведь крупнейшая за столетие чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения в мире передала всю власть государству и ограничила личные свободы миллиардов людей. Огромные экономические, медицинские и социальные ресурсы, вложенные в борьбу с пандемией, означают, что государство вернулось в качестве силы для управления обществом. Другие исследователи считают, что сегодня демократия не имеет четкого представления от того, что она делала в 21 веке. Вообще в СМИ, особенно зарубежных, все чаще высказывается мнение, что запрос на авторитаризм и диктатуру среди мирового населения растет, особенно в сильных мировых и региональных державах. С чем это связано? Глобальный финансовый кризис 2008 года называют одной из главных причин, почему выросло влияние Поднебесной. В результате этого кризиса правительство закачивали миллиарды в неустойчивые банки, что подорвало доверие к западному мировому порядку. Последовавшие за этим годы рецессии и жесткой экономии способствовали росту авторитаризма в Европе и Северной Америке. В Поднебесной же отреагировали. Вот же все доказательства того, что именно Китай, а не западные демократии, идут по правильному пути. По мнению ученых Оксфордского университета, этот кризис убедил коммунистическое правительство Китая в том, что у Запада больше нет права учить других. С тех пор Пекин все активнее использует экономические и политические мускулы Китая, как за рубежом, так и внутри своих границ. Грустная ситуация в Синдзиане, о которой мы так часто говорим в нашей программе, один из примеров. Как пишет издание The National Interest Китая Си Цзиньпиня, сегодня не встречает значительного сопротивления. Во всяком случае, представители исламских стран, которые высказывались в Пекине по поводу притеснения мусульман, уезжали из Китая ни с чем. Однако авторитарные Китай не самый главный виновник роста спроса на авторитаризм в мире. И не пандемия, кстати, тоже. По мнению американских аналитиков, первую скрипку здесь играет приход Трампа в Белый дом. Ведь одобрение авторитарного лидера среди населения самой главной демократии мира придают самой системе положительный окрас. Эксцентричный, самоуверенный и аутентичный, как ни один из последних президентов США, Трамп всегда тяготел к сильным лидерам и тайно завидовал им, что тем не нужно считаться с демократами, заниматься внутрипартийной вознёй, защищаться от зубастых СМИ с их обидными заголовками, да и с политкорректностью тоже. Главным кумиром Трампа, наверное, можно назвать российского лидера Владимира Путина, который правит самой большой страной мира. Наверное, отсюда и корень тех комплиментов, которые Трамп высказывал Путину во время их встреч. Также хочу поприветствовать Россию и президента Путина за то, что хорошо справились с проведением Кубка Мира. Это был один из самых лучших. Последняя фраза. На Ближнем Востоке президент Путин оказался умнее, чем президент Обама. Путин на такие комплименты, похоже, не поддался. Оно и понятно. На месте мирового лидера находился дольше, потому и опыта ему не занимать. За последние 22 года он успел побыть как президентом, так и премьером, сохранив при этом высокий рейтинг одобрения. Однако в этом году опросы показывают, что последняя вспышка заболеваемости коронавирусом подорвала его популярность. На сегодняшний день рейтинг одобрения Путина составляет 61%. И это самый низкий показатель с 2020 года. В диктаторы Запад записал Ира Джеппа Эрдогана. По словам европейских чиновников, под руководством Эрдогана Турция в последнее десятилетие отдалилась от стандартов правового государства, демократии и фундаментальных свобод. Недавно, кстати, ради встречи с ним Путин прервал свою двухнедельную самоизоляцию. И, похоже, Эрдоган не был впечатлен иммунитетом российского президента COVID-19. Раздражать друг друга, похоже, это основная линия в отношениях Путина и Эрдогана. И, скорее всего, для турецкого лидера Путин и не друг, и не враг. Он дразнит Путина как в Сирии, так и не признавая Крым российской территорией. Аналитики считают, что тем самым Эрдоган показывает Путину, что Турция не просто региональная держава, а нечто большее. Ну, к слову сказать, европейские эксперты считают, что мир за последнее десятилетие значительно одемократился. Но самым одиозным, по мнению журнала The Forage Policy, остается лидер КНДР Ким Чен Ир, отец нынешнего руководителя Северной Кореи Ким Чен Ино. Гораздо продуктивнее шли переговоры президента Тукаева и президента Путина. Одна из тем переговоров в онлайн-формате стала даже мемом. Поупражнялись в остроумии и СМИ. Путин руками показал казахстанскому президенту размер российского тигра. Это я сейчас читаю в заголовке. Российский лидер поспорил с президентом Казахстана Тукаевым о размере российских тигров. Путин и Тукаев померились размерами тигров. К слову, речь шла о восстановлении популяции тигров и каспийских тюленей. Размером последних, к сожалению, никто из политиков руками так и не показал. Но зато обсудили президенты двух стран сотрудничество в области зеленой энергетики. Казахстан готов воспользоваться научным потенциалом России, которая имеет мощную научную базу и приглашает специалистов из этой страны. И это при том, что миграция в Россию из Казахстана одна из самых высоких. В прошлом году в соседнюю страну переехали больше 25 тысяч человек. Я прошу режиссеров показать нам сейчас статистические данные. Это количество переехавших из нашей страны за последние пять лет. Самым массовым был отъезд в 2019 году, минимальным прошлый год. Ну, там, очевидно, помешала пандемия и связанные с ней ограничения. За первые пять месяцев этого года уехали больше 14 тысяч человек. Но я думаю, что ответ на вопрос, почему уезжают люди, очевиден. Эксперты, которые комментируют вопрос, почти всегда отвечают расхожей фразой, что человек ищет где лучше. Ну, а мы решили сами спросить у тех, кто уехал, почему они это сделали и насколько тяжела была адаптация. У нас на связи со студией из Аргентины Ирина Вагнер и ее брат Илья. Они приехали в город Росааре, в Аргентину, из Алматы почти 20 лет назад. Ирина организовала там, кстати, клуб для людей разных национальностей, интересующихся культурой Казахстана. Илья, Ирина, добрый вечер. Расскажите, ну, тяжелой ли была адаптация в новой стране? Как это происходило? Ну, как вам сказать, на то, что где-то нас ждут, это неправда. Никто нас нигде не ждет, друзья. Я вообще бы вам сказал, что если вы, как сказать, хотели бы куда-то переехать на постоянное место жительства, ну, то есть уехать, покинуть Казахстан навсегда, вы прежде... Ничего в этом плохого нет, что люди переезжают с одного места на другое в мире. Сейчас глобализация, это нормально. Тем более есть YouTube, есть различные соцсети, которые показывают шикарные пейзажи других мест. Но я бы вам порекомендовал, чтобы вы не путали, это две разные вещи. То есть уехать навсегда, это уехать навсегда, и уехать в отпуск, это совсем другое. Так что я вам порекомендовал бы, чтобы вы сначала съездили в отпуск, в долгий отпуск, если у вас позволяет на эту возможность, и если даже не позволяет, но вы все равно намерены уехать, сначала поедьте, поживите и посмотрите, чтобы принять какое-то решение, от которого потом уже отказаться вы так просто не сможете. Ирина, вопрос. А чем вы вернете назад? Вообще когда-то думаете, задумаетесь об этом? Ирина? Хотела бы я вернуться. Я очень скучаю по Алматы, это мой родной город. И когда я поняла, насколько я по нему скучаю, когда первый раз после 17 лет я вернулась в Алматы. И вы знаете, это покажется странным, но когда ты живешь далеко, в течение многих лет, даже ты вспоминаешь запах воздуха. Воздух пахнет по-другому. И когда я вернулась, после 17 лет, как я говорю, в Алматы, первый раз я почувствовала снова этот запах нашего алматинского воздуха. Я не собираюсь возвращаться в Казахстан, но я привезла, можно сказать, Казахстан сюда со мной. Поэтому я думаю, что это тоже намного облегчает не скучать настолько, как, может быть, скучают другие. И, например, тоже любимые блюда моего сына, это баурсаки и пельмени. Из-за моей бабушки, которая всегда готовила пельмени, которая тоже жила и умерла в Алматы. И поэтому я думаю, что кусочек Казахстана, он всегда здесь со мной, Казахстан со мной, здесь в Аргентине. Поэтому, как я говорю, не скучаю настолько, как, возможно, скучают другие. Поэтому здесь, как вы видите, наша казахская степь у меня за спиной и всегда в моем сердце. Ирина, спасибо за ваш комментарий. Кстати, хочу добавить, Ирина Вагнер, возглавляя культурный центр Казахстана в Росарио, добилась того, что каждый год 16 декабря на площади в Росарио поднимается флаг Казахстана в честь Дня независимости нашей страны. Я напомню, на связи из Аргентины была Ирина Вагнер и Илья Вагнер, которые 20 лет назад переехали из Казахстана в Аргентину. Волнуют то, что Казахстан покидают экономисты, врачи, педагоги. И как это, когда не хватает врачей, мы прочувствовали на себе прошлым летом. Среди всех уехавших были и квалифицированные специалисты, восполнить отсутствие которых страна, похоже, сможет не скоро. В прошлом году, например, среди регионов наибольший отток был зафиксирован из Каргандинской, восточно-казахстанской, Костанайской областей, а также из Алматы и столицы. А у нас на связи и со студией Серик Джоксылыков, социолог-эксперт, специализирующийся на вопросах миграции населения. Серик, добрый вечер. Как слышно? Добрый вечер. Хорошо слышно. Спасибо, что подключились к нам. Вопрос сразу такой, как внешняя миграция отражается на внутренней? Ну, то есть, какие регионы теряют больше всего людей? Наверное, тогда я начну с конца. Давно известно, что больше всего теряют людей северные регионы. На протяжении уже, наверное, всех 30 лет, постсоветских лет, в этих регионах наблюдается уменьшение, сокращение населения. Мы знаем, что есть примеры, когда целые села остаются заброшенными, покинутыми. Вот, поэтому это все наблюдается на севере. Но, тем не менее, население страны растет, и этот рост происходит за счет южных регионов. Это буквально несколько основных областей – Алматы, Алматинская область, Чемпионская область и другие. Вот. Что касается связей между внешней и внутренней миграцией, я думаю, что вряд ли они как-то взаимосвязаны. А то происходит в основном за счет этнических русских. Они уезжают в Россию. Здесь несколько факторов. Наверное, в первую очередь это молодежь. Они поступают в российские вузы, пытаются реализовать себя там. Поэтому такое происходит. И, ну, еще и немаловажно еще и то, что в России проводится официальная государственная политика по привлечению русского населения из-за рубежа, как они называют, соотечественники, по-моему. Вот эта программа тоже сказывается. И она стимулирует. Пожалуйста, вот вы упомянули север Казахстана. А не грозит ли рост внешней миграции окончательным упадком малочисленных северных регионов вообще в стране в целом? Я не думаю, что есть такая угроза какого-то упадка. Я думаю, что рынок труда естественным образом выровняет ситуацию. То есть, если будет большая серьезная потребность рабочей силы, то естественным образом рынок труда впитает и привлечет туда все необходимое количество людей, которые необходимы. И нужно не забывать о том, что численность населения северных областей сильно выросла во времена годы целины, освоения целины. То есть, во время советской политики она была немного другая, отличается от нынешней. И мы сейчас наблюдаем просто естественный отток. То есть, с тех пор, как экономика перестала быть советской, такой командной. То есть, экономика этих регионов, этого региона не может обеспечивать только рабочих мест. Серик, большое вам спасибо. Да, и мне подсказывают режиссеры, что время у нас ограничено. Вы что-то хотели добавить? Да, если коротко, то... Ну, только то, что я уже сказал, что это естественный процесс. Я не думаю, что здесь есть какая-то угроза большая, упадка. Серик, большое вам спасибо за экспертизу. Я напомню, с нами на связи со студией из Алматы был социолог Серик Джексовыков. Ну, а в Казахстане, между тем, появились первые нелегальные мигранты из Афганистана. Об этом пресс-служба департамента полиции сообщила на своей странице в Инстаграм. Известно, что канал нелегальной миграции был организован из Узбекистана двумя гражданами нашей страны. То есть, трое граждан Афганистана успешно прошли в Узбекистан и оказались на границе с Казахстаном, где их и задержали наши миграционщики. Сейчас в отношении одних заведено уголовное дело, умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан. А в отношении других ведется следствие по статье «Организация незаконной миграции». Тем временем в том же Афганистане талибы восстановят Конституцию периода правления последнего короля. Источник из правительства уточнил, что старая Конституция будет применяться таким образом, чтобы не нарушать законы шариата. Что, собственно, и требовалось ожидать. Какие самые строгие законы и наказания соблюдают талибы, об этом и не только прямо сейчас в моей аналитике. В Афганистане за период с получения независимости, то есть 1919 года, сменились семь Конституций. До прихода к власти талиба в августе этого года в Афганистане действовала Конституция, принятая в 2004 году. Конституция Захиршаха была принята в 1964 году. Одним из положений нового основного закона стала демократизация общественной жизни в королевстве, создание двухпалатного парламента, гарантии свободы слова и собраний, а также закрепление ранее отмененных требований. Например, было право женщин не носить чадру. Это вид хиджаба, покрывающий голову, тело и иногда и лицо женщин. После отстранения радикалов от власти, публичные виды наказания в Афганистане были отменены. А сегодня о намерении вернуть смертную казнь и публичное отрубание рук заявил министр тюрем Нуриддин Тураби, который, к слову, включен в санкционный список ООН. Он посоветовал мировой общественности не вмешиваться во внутренние дела Афганистана и не указывать новым властям, как им поступать. Он также считает, что смертная казнь обеспечит полную безопасность в Афганистане. Последние недели мы были свидетелями серии взрывов по всей стране. Многих людей казнили, поэтому мы настоятельно призываем силы безопасности талибана принять меры для обеспечения безопасности людей в Афганистане и просим их улучшить условия и возможности трудоустройства для всех жителей. В Афганистане есть проблемы с ценами на еду, с коррупцией, с безопасностью. У нас есть и другие проблемы, о которых нужно действительно думать. И первые казни прошли на глазах у людей несколько дней назад. Четыре человека были повешены на главной площади в городе Герат на западе Афганистана. Еще три талибы увезли для демонстрации в другие части города. По оценкам экспертов, текст Конституции 1964 года по сравнению с предыдущими вариантами основного закона считается одним из наиболее демократичных за всю историю страны. В документе соблюдение религиозных норм и обрядов называется необязательным для жителей страны. Однако одним из главных препятствий для применения основного закона времен последнего афганского короля является тот факт, что, например, большая часть первой главы этого документа посвящена полномочиям монарха. Но, как показала современная практика, талибы любят создавать свои правила в стране и соблюдать их так, как хочется им. И об этих законах в стране мы еще подробно поговорим. С детства я очень интересовалась ездой на велосипеде, занималась спортом, ездила на соревнования. Но, к сожалению, с того дня, как талибан пришел к власти, все мои мечты о велоспорте и о спорте в общем превратились в ноль. У меня нет никакой надежды, что однажды я смогу соревноваться за границей и представлять Афганистан. Все новые законы и требования талибов никогда не позволят женщинам жить счастливо в этой стране. Запреты талибов коснулись и мужчин. В Афганистане им запретили брить бороды и ходить в так называемые барбершопы. Также включать громкую музыку, объяснив это все тем, что это норма ислама. И хотя стали поступать опровержения, барбершопы начинают закрываться. А их владельцы рассказывают, что разорены. Также талибы заявили, что женщины должны оставаться дома, а ислам превыше всего. Эти заявления противоречат словам нового афганского министра высшего образования Абдулла Баки Хаккани. Который, кстати, в середине сентября обещал, что все женщины смогут учиться в вузах, хоть и отдельно от мужчин, но смогут. И новые, не менее странные для современного общества запрет женщинам. Посещать хамамы и другие общественные бани, а также ходить на каблуках. Новая власть уже закрыла Министерство по делам женщин, заменив его на Министерство по распространению добродетели. Но разрешив там работать только мужчинам. К слову, еще о новом нововведении. До талибов люди носили джинсы, рубашки, футболки. Теперь это все запрещено. Все должны использовать традиционную афганскую одежду, например, тюрбан. Но, на мой взгляд, в Афганистане есть серьезные проблемы с безопасностью, продовольствием, например, коррупцией, рабочими местами, которых попросту сейчас нет из-за массовых запретов. Но вместо того, чтобы решать проблемы, которые есть на самом деле, афганское правительство создает новые сложности для своего народа. Эксперты считают, что Конституция 1964 года не будет действовать в Афганистане. Для талибов это попросту очередная попытка доказать внешнему миру мысль, что за последние 20 лет движение талибан сильно изменилось, что это уже другие люди и другой взгляд на жизнь. Также Королевская Конституция предполагает власть монарха в стране, но эксперты считают, что при талибах такой расклад исключен. Ну а мы продолжаем подводить итоги уходящей недели. И вот о чем пойдет речь во второй части выпуска. Точка G появится на карте Казахстана. Новый мегаполис построит в Алматинской области город Сат и экономический хаб по совместительству. Нефть дорожает, газа не хватает сегодняшней реалии. Кто правит балом на мировом рынке углеводородного сырья и кто пытается воспользоваться ситуацией, расскажем. Таиланд смывает от стихии. Пострадала уже половина страны. Прогнозы неутешительные. Авто для веганов. Новое поколение потребителей диктует правила. Станет ли это тенденцией и прогнется ли под экоактивистов изменчивый мир? Расскажем сегодня. Ну и мы продолжаем выпуск. Человечество погибнет через 500 лет. Такие прогнозы делают западные ученые. Ну интересно, а что станет причиной? Ну мне тоже, Милина, на самом деле интересно. Хотя вот я думаю, все мы так или иначе догадываемся. Но не будем гадать. Все узнаем в нашей новой рубрике. Своим свежим взглядом на события в мире с нами прямо сейчас поделится наша коллега Тина Кудеберген. Тин, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что обсуждает молодежь на неделе, рассказывает? Ну, тем на самом деле много. Я выбрала самое интересное. Там все. От крутых исследований до драк в автобусах и невероятных историй любви. Так что погнали. Погнали. Я спокойно серфила интернет, когда наткнулась на неоднозначный заголовок, который звучал примерно так. По пессимистичным прогнозам человечество погибнет через 500 лет. В связи с последними событиями в мире, удивительно, что не раньше. В любом случае, причиной, конечно же, будет мистер глобальное потепление, из-за которого почва будет в шоке и засохнет. От того, что она засохла, погибнет картошка, пшеница и все другие культуры. Короче, будет прям как в Интерстеллар с Мэтью МакКонахи. Ученые из Канады и Великобритании кипишуют из-за того, что ООН не уделяет должного внимания этой проблеме. Кстати, кипишуют не только они. Милашка Гретта на открытии своего молодежного саммита Youth for Climate в своей приветственной речи почему-то решила поругать мировых лидеров за пустословие. И сделала она это очень красноречиво, я считаю. Пока весь остальной мир борется против изменения климата, бесполезных мировых лидеров и заняты реальными проблемами, мужчины в Тимир Тау боролись с пьяной женщиной в автобусе. Рассказываю, как это было. Дамочка была пьяна, вела себя вызывающе, материлась, ругалась. И в этот момент водитель остановил автобус, созвал своих братьев по разуму. И все дружно сначала женщину вытолкали на улицу, а потом начали пинать ее по лицу и животу. Остальные, естественно, просто наблюдали за этим и снимали все на видео. Полиция заинтересовалась этим случаем. Сейчас возбудили уголовное дело статья хулиганства. Я вообще не хотела вам эту грязь показывать, но давайте просто посмотрим на эту ситуацию и на самих себя как бы со стороны. Ребят, come on, так нельзя. Мы ведь не в каменном веке живем. А вот в Алматы обстановка еще веселее. Казахстанская столица тусовок номинирована на звание лучшего в мире города для отдыха. Ничего против Алматы не имею. Город супер, все дела, но странно, что не Шимкент. Кстати, я сама как раз оттуда родом. Но ничего, надеюсь, и его день когда-то настанет. А пока предлагаю всем вместе держать кулачки за Алматушечку. И от всей души желаем ей удачи. А теперь расскажу вам одну историю. Жила когда-то принцесса в стране восходящего солнца. У нее было все. Деньги, привилегии, титул. Ну и может быть, какая-никакая, но власть. Принцесса растет, она ходит в школу и потом бац! В университете она влюбляется. Однажды в аудиторию заходит он. Нет, это не сказка. Самая настоящая новость о японской принцессе Мако и ее одногруппнике Кея Камура. Конечно, родители поволновались. Страна тоже. Ведь если принцесса откажется от титула, то престола наследия перейдет к ее дяде. А это значит, роду принцессы не видать короны, как своих ушей. Но все же любовь превыше титулов и даже мировой политики. Принцесса решила метнуться по ту сторону дворца. И, наверное, будет жить долго и счастливо. И пока в Японии развивалась мелодрама по голливудскому сценарию, жители Лондона наблюдали настоящий боевик. В Альберт Холле состоялась премьера эпопеи Агента 007 «Не время умирать». По красной дорожке прошлись принц и принцесса Уэльски. This is so posh, honey. В фильме все по лучшим традициям. Долерантного запада. По ходу дела выясняется, что новым агентом 007 стала афроамериканская женщина. Клише, баян. Но что поделать? Никто не хочет быть осужденным за расизм, сексизм, нацизм и многие-многие слова с окончанием наизм. Между прочим, новая агент 007 могла бы быть достойным соперником джидитом из тимурталской маршрутки. Вот это был бы поединок. Я бы его посмотрела и считаю его гораздо справедливее, чем то, что было там. А в это время по ту сторону Атлантического океана светлые умы смогли восстановить внешность трех мумий. Получилось круто. Как выяснилось, это были мумии трех юношей, которые оказались максимально близки генетически к современным жителям Средиземноморья и Ближнего Востока, чем к жителям Египта. Жили они примерно 3,5 тысячи лет назад. Это просто удивительно. Удивительно и то, что у Америки пока еще хватает денег на такого рода исследования, учитывая тот факт, что США оказались на пороге дефолта, то бишь банкротства. Только на уровне страны министр финансов США Джанет Йеллен рвет и мечет. Она в истерике. Если Конгресс не повысит потолок госдолга, то наступят очень веселые времена, в кавычках. Дефолт Америки приведет к тому, что мировая экономика затормозит, причем очень серьезно. Миллионы людей окажутся в самом наихудшем положении. И в принципе доллар, как мировая валюта, просто перестанет иметь такую силу и авторитет. Вообще, давайте честно, в последнее время у США как-то все не клеится. В народе обычно такое называют хостидэ. С Афганистаном лажанули, нечаянно разбомбили мирный поселок, а теперь и это. В общем, подмочили немного репутейшн. Ну, ничего, плохие дни случаются со всеми, а вот зато после них обязательно будет что-то крутое. К примеру, Димаша Кудайбергена, который не приняли у себя на родине, когда он не имел такой популярности, теперь приняли во всем мире. И мало того, что приняли, так еще и присудили ему статус одного из главных красавцев Азии. Уступил он только парнями с BTS. Но ничего, уже круто. По этому поводу предлагаю нам на прощание посмотреть на красивого Димаша Кудайбергена. Дамы, эти слайды от меня вам. Ребят, у меня все. Что ж, это были Димаш и Тина Кудайберген. Ну, Тин, спасибо, было очень интересно послушать тебя. На самом деле, да. Спасибо, коллеги. Ну, я напомню, это был авторский обзор нашей коллеги Тины Кудайберген. Свежий взгляд на события в мире. Мы продолжим. Новый город появится на карте Казахстана в Алматинской области. И по плану 4G-City. Это четыре объединенных структурно-современных умных города на участке трассы Алматы-Копчегай. Это Gate City, деловой и финансовый центр, пассажирский транспортный хаб, Golden City, где основную структуру составят объекты образования, здравоохранения, спорта и культуры. Growing City, международный транспортно-логистический центр. Ну и Green City расположен на берегу Копчегая. Станет крупнейшей курортной зоной. Строить их будет сингапурская компания, которая и презентовала проект. Ожидается, что к 2050 году на территории мегаполиса будет проживать больше 2 миллионов человек. В течение 3,5 лет планируется построить не менее 300 тысяч квадратных метров жилья. Я очень надеюсь, что этот грандиозный, очень успешный в будущем, я так надеюсь, проект не повторит судьбу ЛРТ столичного. Ну, главное, Руслан, чтобы нефть не дешевела, тогда денег на разные проекты Казахстана должно хватить. В начале недели, кстати, цена на нефть марки Brent впервые за 3 года превысила оценку 80 долларов за баррели. И причиной стала нехватка природного газа в Европе, которая приобрела глобальный характер и повлекла за собой рост цен на газ, уголь и нефть. Аналитики издания Oil Price считают, что цены на энергоносители растут в связи с наступлением отопительного сезона в Северном полушарии. А также на фоне опасений, что зимой потребители могут столкнуться с дефицитом топлива. В Европе, например, уровень газа в газохранилищах по-прежнему находится на рекордно низком уровне. А когда будет дан старт Северному потоку-2, пока неизвестно, говорят аналитики международного рейтингового агентства FATCH. Несмотря на то, что к концу недели цена на нефть незначительно снизилась, на фоне новостей из США, где впервые за 8 недель запасы сырья увеличились, аналитики прогнозируют, что рост цен на черное золото лишь дело времени. Ну и хорошие новости для нефтедобывающих стран опубликовал недавно и главный по нефти в мире картель ОПЕК. Согласно ежегодному докладу организации World Oil Outlook, нефть будет играть главную роль в мировом энергетическом балансе вплоть до 2045 года. В 2020 году нефть удовлетворяла 30% мировых потребностей в энергоресурсах. На фоне восстановления спроса на нефть после пандемии ожидается, что доля нефти постепенно увеличится до уровня более 31% к 2025 году, после чего начнет снижаться и достигнет 28% к 2045 году. Тем временем эксперты ОПЕК считают, что спрос будет также расти на возобновляемые источники энергии и природный газ. По прогнозам организации, в течение следующих 25 лет спрос на газ увеличится почти на 22 миллиона баррелей в сутки. В итоге общий спрос к 2045 году достигнет 86 миллионов баррелей. Таким образом, доля газа в мировом энергобалансе отодвинет уголь и займет второе место среди всех видов энергии, говорится в докладе. Кстати, вот в Казахстане в этом году могут добыть 86 миллионов тонн нефти. Ну и здесь, Руслан, понятно, что когда нефть дорожает, в плюсе только те страны, которые этой нефтью обладают в достаточном количестве, но они же страдают, когда эта нефть дешевеет. Согласен. И знаешь, вот та самая сырьевая зависимость – одно из самых больших проклятий современности. И вопрос нефти или газа становится разменной монетой, что называется. Украина, похоже, рискует остаться без газа, по крайней мере, мэр Киева. Виталий Кличко заявил, что ситуация близка к критической из-за высоких цен на газ. Пострадает, конечно, не только столица, но и вся Украина, и не только она. Цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1000 долларов за 1000 кубометров, побив исторический рекорд. И тут же уже каждый ищет выход, как может. Венгрия начала, например, покупать газ у России, прекратив его поставки через Украину. Этот шаг расколол Киев и Будапешт. Эта неделя войдет в историю и Британии очередями на заправках, и в Англии. На самом деле странная ситуация, потому что правительство утверждает, что запасов топлива достаточно. Но просто его довозить до всех заправок некому. В стране кризис с водителями грузовиков. Это не знаменитый английский юмор. Нет, все потому, что нынешнее правительство консерваторов в результате Брекзита остановило поток рабочей силы из Евросоюза в 2022 году. И банально некому возить. И не только бензин, но и продукты, технику и так далее. Сейчас Британия пытается в экстренном порядке выдать 5000 виз для водителей. Правда, эксперты говорят, что этим проблему не решить. Ну а мы продолжаем подводить итоги уходящей недели. И прямо сейчас о других событиях в мире коротко. В американском штате Монтана сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате погибли по меньшей мере 3 человека. Более 50 пострадали. По данным компании перевозчиков, в поезде ехали 141 пассажиры, 17 членов экипажа. Из-за происшествия были отменены несколько рейсов. Расследованием инцидента занялся Национальный совет по безопасности на транспорте США. Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло на острове Крит. Один человек погиб. Десятки местных жителей получили ранения. По описанию свидетелей, землетрясение длилось несколько минут и ощущалось по всей территории острова. Эпицентр находился в 78 километрах от столицы Ираклиона. На некоторых дорогах острова произошли оползни. Сообщается о раздавленном камнями автомобиле. Сильное наводнение из-за тайфуна и сезонных ливней не прекращаются в Таиланде. От стихии пострадала уже половина страны. В северных регионах погибли 7 человек. Еще двое пропали без вести. Затоплены не менее 70 тысяч домов. К наводнению готовятся и в столице Бангкоке. Там укрепляют плотины и проверяют систему откачки воды. Как сообщалось, из-за паводков в Таиланде под угрозой оказались древние храмы из списка ЮНЕСКО. На их защиту отправили военных. Те обкладывают памятники мешками с песком. В жилом доме в шведском городе Гетеборг произошел взрыв. После начался пожар. Задымлены три подъезда, гараж и квартиры. Как сообщают экстренные службы, более 100 человек эвакуировали. Около 25 пострадали. Их доставили в больницу. Трое из них получили серьезные травмы. Причина взрыва пока неизвестна. Но по данным службы спасения, в доме нет газопровода. Мощный торнадо обрушился на немецкий город Киль. Водяной смерч повредил здание и сбросил несколько человек в море. По предварительной информации, 7 человек пострадали. Трое из них серьезно. Прямо сейчас на месте работают пожарные, охрана и полиция. Немецкая метеорологическая служба предупреждала о шквалах ветра, видимо, и сильном дожде. Но предсказать такие явления, как торнадо, практически невозможно. Ну и новые тенденции в мире. Напоследок о них. Да возрадуются активисты Greenpeace. Volvo сделает автомобили для веганов. Шведская компания полностью откажется в ближайшие 10 лет от кожи. Во всех своих автомобилях взамен. Они будут использовать переработанное сырье и материалы на биологической основе, поскольку потребители хотят экологически чистую продукцию. Да, действительно, Volvo уже заявили, что рассматривают материалы переработки из продуктов лесного хозяйства. Например, коры деревьев, а также из переработанных пластиковых бутылок. Мир, в общем, уже не будет таким, как прежде. Ну, слушай, буквально на прошлой неделе стало известно о том, что мировые бренды одежды, причем достаточно известные, отказались от использования меха. Я тоже считаю это прорывом. Это прорыв, но мне кажется, Руслан, слишком поздно мир задумался о том, что нужно сохранять природу. И мир уже показывает человечеству, что и погодные катаклизмы уже дают о себе знать. Раньше нужно было начинать, да, что называется? Раньше нужно было, да, начинать. Ну, слушай, давай с простого. Ты мусор сортируешь? Начала с недавнего времени. Мне кажется, это начало слишком поздно, Руслан. Ну, слушай, начало положено. Начало положено, да. Я думаю, что нам всем нужно к тебе присоединиться. Что ж, у нас на этом все. Вы смотрели программу «Мир итоги». Мы рассказали о главных событиях, уходящих с 7 дней. Мы увидимся в следующую субботу ровно в 20.00 на телеканале «Тамикен Бизнес». На сегодня все. Берегите себя. До свидания. 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 Продолжение следует...